Добрый день! Я Яна Незветская и мой блог «Посиделки у Яны». Здесь я встречаюсь со своими подругами, с актрисами, с певицами и мы разговариваем об их жизни, потому что мне, конечно, очень интересно узнать, как они живут, чем они живут, потому что у нас всегда такие интересные гости. Вы, наверное, видели передачу с актрисой Натальей Стетиновой. Кто не видел, посмотрите обязательно, потрясающая актриса. И сегодня у меня большой-большой-большой сюрприз для вас. Я надеюсь, вам тоже понравится. У нас с Кирой Дегтяр сегодня модель из Нью-Йорка и, конечно, вы знаете, просто мы с ней немножко просто переговорили перед эфиром, но не хотелось мне долго и подробно, потому что мне самой очень интересно ее послушать. Вот вы представляете, она родила там ребенка, ребенку 9 лет сыну, она там моделью уже 10 лет, она прошла все. И мне кажется, все, кто мечтает о вот той заграничной красивой жизни, тоже послушайте, потому что это очень интересно. Вы знаете, везде надо пахать, но везде. Вы знаете, ну нет чудес никогда. Конечно, может быть, одна на миллион девушка есть, родилась и вдруг, не знаю, заметили и сразу миллион дали за контракт. Но вы знаете, ну это же большая редкость. И Кира также прошла большой путь, вкалывала. И посмотрите, не хочу долго вас испытывать, ваше терпение, очень хочется, чтобы вы сами ее послушали. Ну вот, Кира Дегтярь. Посмотрите, первое, насколько она красива. И второе, конечно, у нас не было такого гостя, чтобы вот она жила 10 лет в Нью-Йорке. Давайте даже не хочу Кир мешать, вообще ни слова не скажу, пускай сама о себе рассказывает. И по ходу всей программы она будет нам рассказывать много о себе, где она живет, почему, как, потому что невероятно интересно. Я прям сегодня богиня. Кира, все секреты, чтобы рассказала. Потому что, знаешь, интересно, почем живете, почем едите и вообще, что у вас как. Потому что, знаешь, у русских отношение к Нью-Йорку это рай. И я поеду. Ладно, Кира, но, значит, говори в твоем бизнесе, знаешь, может и рай. Рассказывай тоже и как друзья. Хорошо? Очень интересно. Давай, вот все, выслушаем. Здравствуйте, меня зовут Кира Дегтяр. Я приехала в Москву из далекого Нью-Йорка. Я уже более 10 лет проживаю в Соединенных Штатах, в основном в городе Нью-Йорке. И там работаю моделью. Работа моделью – это мой главный бизнес. Сейчас занимает все мое время, потому что я полный full-time model, как говорят у нас американцы. Но родилась я здесь, в Москве. Выросла между Москвой и Крымом. А почему между? Расскажи. Потому что мои родители поженились, познакомились с Крымом. И они жили в коммунальной квартире, поэтому меня и мою сестру отправили к бабушке в Крым. И росла я с бабушкой в Крыму. Ну, в красивом месте ты жила. В очень красивом. У меня было замечательное детство. Каждый день ходили на море, гуляли по парку. Детство мне было хорошее. Я с детства занималась художественной гимнастикой. Стала мастером спорта по художественной гимнастике. Это в Крыму, да, Кир? Нет, это здесь уже в Москве. Тоже в Москве. Стала мастером спорта по художественной гимнастике. И очень тяжело было завершить спорт. Я поступила учиться в Московский государственный университет. Всем привет! Все, кто меня помнит, это Московский университет. А какой факультет? Географический. Географический факультет. Факультет-то какой интересный выбрала? Ну да, полевая практика и прочее. Но мне, к сожалению, пришлось прекратить свое образование, потому что меня вызвали в Нью-Йорк работать моделью. И я сфокусировалась на этом. Ну, а как ты попала? Расскажи, в Нью-Йорк прям вызвали. Почему меня не вызвали, Кира? А меня нашли, еще когда я была гимнасткой, мне предлагали какие-то съемки, потому что я была очень высокая, фотогеничная. И мне стали предлагать съемки. Потом в метро один раз к мне подошла женщина и сказала, что у меня потрясающая внешность, что мне нужно попробовать в модельном бизнесе. Я попробовала, и мне сказали сразу, что лучше работать на заграницу и лучше въехать за границу, попробовать там. Я попробовала немножечко в Милане, в Париже, а потом переехала в Нью-Йорк. Черт побери, нам что, в метро жить теперь, чтоб предложили? Сейчас все девчонки. Нет, ну, как правило, все девчонки, которые подходят по модельным параметрам, рано или поздно их скауты находят. Не важно, в метро, в шопинг-молле, где-то на работе, где-то в университете. Как правило, скауты, которые подбирают моделей, они находят своих девочек. Ну, а как, я не знаю, деньги кто дал, как ты поехала, где ты жила? Я жила в модельной квартире, очень долго проживала по модельным квартирам, потому что все модельные агентства, когда они берут девочек на работу, у них есть модельный дом или модельная квартира, где девочки приезжие, еще те, которые не могут снимать свое жилье, они живут, и просто рента исчисляется из гонорара модели. Поэтому поначалу я практически ничего не привозила, потому что все шло на ренту, все деньги, которые я зарабатывала, шли на ренту, на авиаперевозки, на визу, на прочее. А потом уже, когда стала зарабатывать, я сняла свое собственное жилье. Сейчас я живу в Сохо, в самом фашинебельном районе Нью-Йорка, схожу с Ди Каприо на кофе, у меня сосед Леонардо Ди Каприо, вот, ходим с ним на кофе. Потрясающий район, где очень много ресторанов, очень много галерей, очень много людей в творческих профессиях предпочитают жить в Сохо, поэтому вот там я сейчас и проживаю. А скажи мне, сколько времени ты на квартире модельной на этой жила? То есть сколько старт был лет? Несколько лет, я начала с 17 лет, но потом меня отправили в Париж, там тоже была модельная квартира, в Милан, там тоже была модельная квартира, в Лондон, там тоже был модельный дом. Ну, понимаешь, я к чему задаю вопросы, чтобы не было иллюзий, девочки, знаешь, некоторые правда думают, попало завтра в Нью-Йорк и миллионы, и рай, и лимузины, богатые женихи, вот скажи, пожалуйста, по-трезвому. Ну, ничего подобного, это занимает огромное время, чтобы достичь какого-то успеха, о каком-то уровне. Как правило, все живут на 150 долларов, эти 150 долларов дает агентство девочкам про питание на транспорт, поэтому до того, как девочка начнёт сама зарабатывать, как правило, проходит время. Есть, конечно, случаи, когда резко кому-то везёт, но, как правило, везёт ненадолго, если кому-то резко повезло, и девочка сразу заработала много денег, но это долго не держит так, поэтому нужно постепенно, постепенно идти вперёд. То есть вкалывать, правда, Шкирнана? Да, нужно просто пахать, нужно быть очень дисциплинированной, нужно вставать рано с утра, следить за своей внешностью, научиться говорить по-английски, потому что это очень важно, что ты можешь быть коммуникабельной и общаться. Потом после работы работа не заканчивается, мы все идём в аут с фотографами, с дизайнерами, с make-up and hair people, что переводится как макияж и волосы, потому что это здесь продолжение работать, твоя коммуникабельность. Как правило, берут тех девочек, которые коммуникабельные. Ну да, нельзя свечом уйти домой, я устала и лежать, да, там на диване? Нет, как правило, нет. Но если ты хочешь, чтобы тебя продолжали букировать, если ты хочешь, чтобы тебя брали в поездки, на какие-то более крупные проекты, ты должна быть социально активной. И вести свой инстаграм тоже, то есть очень важно иметь много подписчиков, настоящих живых подписчиков, не накрученных, а живых подписчиков в инстаграме, в других социальных сетях, чтобы рекламировать бренды и одежды, потому что берут ту девочку, которая более раскрученная сейчас, в наше время, ну и плюс более профессиональная, то есть приходить сюда нужно вовремя, вовремя начали, вовремя закончили. А что если как у нас порой, вот ты опоздала на 40 минут на съёмки, что будет? У меня никогда такого не было, чтобы я на 40 минут опоздала на съёмки, я живу по правилу 15 минут. 15 минут, правило 15 минут, это я всегда приезжаю за 15 минут раньше, на случай того, что вдруг в метро что-то произойдёт, вдруг ты попадёшь в пробку. Я всегда планирую своё время с тем, что у меня есть 15 минут. Вот слышите, наши девушки, особенно вот касается моделей, которые на час позже на съёмку приходят, обратите внимание, запомните, как Кира, интересно, правило 15 минут за 15 минут до мероприятия, правильно, Кира? Потому что если нет никакого форс-мажора, ты придёшь на 15 минут раньше, ты можешь выпить кофе, скушать свой круассан, позвонить маме, позвонить своему парню, ты эти 15 минут потратишь просто на общение. На общение, да. А если какая-то задержка, ты всё равно оказываешься вовремя, потому что то, что у нас говорят, ой, я в пробку попала. Постоянно, в России, в Москве это всегда, а я в пробку попала, как будто она этим... В Москве ужасные пробки, в Москве, наверное, надо за час раньше выезжать, потому что всё равно это не экскьюз, это не даёт право тебе опаздывать на съёмку, даже если ты попала в пробку, или если метро сломалось что-то, там, поезд не пришёл. Вот, поэтому это очень важно. То есть в Америке это никого не интересует? Никого не интересует. Если ты на 5 минут опоздала, больше, чем 5 минут, они звонят в агентство и просят тебе замену. А замены очень много, очень большая конкуренция, девочек очень много, и поэтому ты никак не хочешь, чтобы тебя заменили, потому что тебя заменят и навсегда. Ну да, я не думаю, что агентству захочется потом колоть мозг ещё с тобой в следующий раз, да? Да, то есть мало того, что ты с клиентом разрушишь отношения, ты рушишь отношения со своим агентством позже, если ты опаздываешь. Вот слушайте, Веса, посмотрите, как интересно. Вслушайтесь, а то все вы привыкли, как Америка хорошо живёт. Но вы должны понять, как она работает, правильно, Кир, да? Да, там здесь всё чётко по сценарию. Ну, это просто удивительно. Ну и сколько, значит, лет ты, значит, старт был когда, через сколько лет ты свою квартиру уже сняла? Я в 2011-м сняла, сколько получается, ну, через два года я уже смогла иметь квартиру и сама снимать. То есть два года ты пахала, будь здоровка, да? Сначала была маленькая квартира, малюсенькая, потом чуть-чуть побольше, а теперь у меня большая квартира, двухэтажная. Что у меня можно оставаться гостям, и у меня есть сын. Я родила ребёнка, пока я занималась модельным бизнесом. Как ты ухитрилась, только я не очень понимаю. А я не остановилась на секунду, я работала в матёрности моделинг, беременная. Я пошла в агентство для беременных моделей, и я была очень востребованная, потому что очень много брендов, и очень легко работать беременной моделью, потому что тебя все переживают, как ты чувствуешь себя. Сними каблуки, приляг, отдохни, вокруг тебя все носятся. Я себя прекрасно чувствовала беременной, у меня была лёгкая беременность, поэтому у меня не было проблем, как у многих девушек, с беременностью и так далее. Я могла работать, я летала и в Сиэтл, и в Сан-Франциско два раза, и в Майами. Работать беременной. То есть ты вообще не потеряла нисколько, да, в деньгах? Нет, нисколько не потеряла. И потом шесть недель спустя рода я уже вышла на подиум. То есть полгода, да, посидела фактически? Или тоже сниматься бегала? Ну вот сниматься бегала шесть месяцев, шесть недель я имела. Да, что-то я шесть месяцев даже не поверила. Шесть недель. Ну полтора месяца только, да? Полтора месяца, да. А кто помогал с ребенком тебе? Сначала я сама выкручивалась как могла, подружки иногда помогали, держались. Потом уже когда в Москву привезла, мне стали мамы с папой помогать. А там я рожала в Лос-Анджелесе, там сама. Ну подружки помогали очень сильно. Слушай, давай ты, смотрите, мы расскажем. Значит, два образа Кира сама себе подобрала, как обычно у нас на передаче, остальные яи. Потому что мне очень интересно, как ты все-таки рожала. В Лос-Анджелесе, да? В Лос-Анджелесе в Сибирсенайо рожала в лучшем госпитале. Давай переоденемся сейчас. Я очень хочу поподробнее, пожалуйста. Выбрала ты давал для брюнетки. Как я говорю, платье смерть мужьям. Кира. Мне очень нравится это платье, очень красиво. Ну тебе и хорошо, прям огонь. Мужики все, умрите. Ну слушай, расскажи, короче, остановились на родах в Лос-Анджелесе. Ну не все же мы, знаешь, меня не довелось извини рожать в Лос-Анджелесе. И думаю, мало кому из российских женщин, кроме суперзвезд доведется. Расскажи, пожалуйста, как забрали, почему там, вроде в Нью-Йорке живешь, как в Лос-Анджелесе. Хорошо? Просто в Лос-Анджелесе, я жила со своим бывшим с отцом моего ребенка, я жила в Лос-Анджелесе. И мы с ним расстались, когда я была беременна. Мне родители говорили, что нужно рожать в Москве. Я прилетела на Новый год в Москву, пытались уговорить меня рожать в Москве. Но я сказала, я лучше сама полечу в Лос-Анджелесе, рожать в Лос-Анджелесе, чтобы сделать ребенку американское гражданство, и чтобы у нас всегда был выбор между Америкой и Россией. И я вот все 7 месяцев беременная, прилетела в Лос-Анджелес, работала, как я сказала, уже как беременная модель, содержала сама себя, платили очень хорошие деньги, очень хорошие. И я родила 6 апреля, я родила сына. Овна. Овна, да. Я родила в Сидер-Сейнай Медикал Центр, это самый знаменитый госпиталь, там вечно кто-то рожает. Там Виктория Бекхем, например, после меня рожала. А ты тоже за деньги, там же безумно дорого или нет? Я себе оформила страховку, называется Медикал for Pregnancy, что переводится в Медикал для беременных. Там есть специальная программа такая, что если ты беременна, ты можешь оформить себе страховку, которая покрывает только расходы, связанные с твоей беременностью, роды и после родов, соответственно, после родовой, там, вези так врачу. Она не покрывает никаких других болезней, но она покрывала именно все расходы на беременность. Так, рассказывай, сколько? Извини, конечно, я знаю, что в Америке это не принято, но мне очень любопытно, сколько она стоит, такая страховка? Она стоит 200 долларов. Она стоит очень дешево. Да ладно? Да. Но нужно быть уже гражданином или резидентом Соединенных Штатов. То есть 200 долларов, если ты гражданка 200 долларов и все, и вот тебе вот это в лучшем медицинском центре рода и все? Мне очень повезло с врачом, я попала к очень хорошему врачу, который меня взял уже на позднем сроке беременности, но он видел ситуацию, что молоденькая девочка совсем мало чего знала в жизни, решилась рожать, и он мне помог, он мне помог сделать так, чтобы мои роды принимали в лучшем медицинском центре. Там как дворец, то есть у тебя отдельная суперпалата, друзья приходят, шарики всякие приносят, тортики, хотя тебе не до тортиков в этот момент, ты рожаешь, вот. Но я очень рада, у меня замечательный мальчик, он, единственное, он не любит школу. А кто любит, скажи мне? Одна проблема, школу мы не любим. Он занимается баскетболом и плаванием, то есть он очень спортивный парень, но со школой никак пока. Слушай, ты знаешь, как показывает мой опыт, вот у кого со школы никак, потом как-то вот очень как и с бизнесом, и со всеми делами. Ну он, да, хитрый, он такой манипулятивный уже, он всей семьей руководит, манипулирует, бабушки с дедушками, там все вокруг него носятся, бегают. Он такой, он центр внимания. То есть мое внимание переключилось от меня, теперь центр внимания это он. Ну конечно, кому-то уже нужна. С тобой все понятно, все ясно, да, ты пробилась в путь в жизни. А скажи, пожалуйста, во сколько он, вот сейчас он в Москве, я слышала, да, в школу ходит? И как приняли его москвичи, школьники? Да, отлично приняли, он по-русски мне прекрасно разговаривает, он два языка знает, русский и английский, потому что я с ним все время разговариваю по-русски, и дедушке с бабушкой играл ровную роль в нашей жизни. То есть они вовсю там ему помогают. Ну а он сейчас, вот, всю пандемию он у нас здесь, да, в Москве был? Да, да, да. Хорошо, а просится все-таки, там же тоже друзья у него остались, кричит давай в Америку, в Америку, в Америку. Ну полетит, я в конце марта улетаю, в конце марта полетит со мной в Америку. А как, посреди года или это нормально, ничего? Ну нормально, мы справимся. То есть он же опять включится, а у него постоянно школа там есть какая-то, он туда же придет, да? Да. А в чем образование отличается, отличается сильно или ты не очень вникаешь? Мне нравится в России образование, оно намного сложнее, чем в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах, в основном, игровая форма, еще вот в этом возрасте, до 8-9 лет, еще игровая форма. В России там строго русский язык, математика, вот у нас русский язык он никак не напишет. Да, такие сложные задания дают, что даже для меня сложно их иногда выполнить. У меня мама с ним помогает, мама сидит постоянно. Моя мама бывшая учительница, сейчас на пенсии. То есть она помогает ему с домашней работы, потому что я уже не справляюсь, если честно. Нормально так, да? Сложно. Я тоже иногда внуков смотрю, думаю, хотя я училась прекрасно, слушаю, но уже вообще, да? Да здесь, мне очень нравится здесь, действительно, по математике намного сложнее задачки задают, чем там. Да не говорю, у меня дочка здесь строчница была, поехала в Лондон, даже в Англию, кстати, тоже, не в Америку. И там ее считали, она, говорит, называли гением математики. Я так смеялась, потому что здесь у нее было на грани 2 или 3 ей ставить. Ну вот у меня было, когда я поступала, я закончила школу с Волтой медалью и поступила в Московский государственный университет. То есть математика у меня была на высоком уровне, особенно на географическом факультете. Это один из таких факультетов, где математика должна быть очень на хорошем уровне. И я тогда приехала, там все за 7 класс, в Ельский университет. Да ты что! Когда я поступала, то нужно сдать тест, называется SAT, это как бы вступительный тест во многие университеты. Я его сто и ста написала, я сказала, а что здесь выбирать, потому что этот тест, там любой из 4 вопросов, он будет правильный. Даже если ты не знаешь, как решить задачу, ты подставляешь просто ответы в эту задачу, и один из 4 до сойдется. Я ему сказала, конечно будет сто и ста, потому что вы даете ответ на выбор, что я не могу посмотреть, какой подходит, какой не подходит. Так что здесь образование в России, я считаю, что начальная школа лучше, чем в Америке. В Америке уже университет, уже более такие, там учат именно тому, что тебе нужно в будущей профессии, потому что у нас много лишних знаний. Я знаю, что в университете нагружают тебя этой сложнейшей математикой, химией, физикой, тяжелейшие предметы. Но все это такие лишние знания, которые тебе в жизни не понадобятся. Мне вот эта физика и химия не пригодилась никак, хотя на пятерки сдавала экзамены. И большинству, ты знаешь, мне тоже ничего не пригодилось. Видишь, как интересно с образованием. А с медициной еще что? Вот ты по родам взяла страховку и недорого, кто-то помог. А вообще, как остальные решаешь вопрос? Ну, та же, стоматология, другие болезни, мало ли что. Страховку просто беру. В зависимости, сейчас я стала, но раньше я могла, когда у меня не было денег, я могла подать на медикэр, то есть на бесплатную страховку, которая бесплатная. И такая есть она, да? Мало зарабатываешь, но я сейчас больше зарабатываю, я не квалифицирую на бесплатную страховку, мне нужно платить за страховку, но тоже покупаемую, умеренную плату. Ну, сколько в год примерно у тебя уходит на медицинскую страховку? Ну, несколько тысяч долларов уходит. Ну, несколько тысяч, извините, это две несколько и 22 несколько. Ну, 300 долларов в месяц уходит. Ну, около 3 тысяч, там, 3-200, да? Ну, около 4 тысяч в год уходит. Ага, а на ребенка еще? Ну, и на ребенка то же самое, плюс на ребенка. Ну, то есть, итого 8 тысяч долларов, правильно, где-то? на детей больше-меньше, они же реже болеют, столько же примерно, да, независимо, понятно, а машину водишь сама там? я не вожу машину, у меня страх, с детства я боюсь водить машину, я знаю, что я жила в Лос-Анджелесе, там все водят машину, но сейчас очень все легко с Uber, с Яндекс.Такси, Uber, где то, что в Нью-Йорке, где я проживаю, нет смысла держать машину, потому что все ходят пешком, и там с парковкой большая проблема, как в Москве, да, там очень хуже, чем в Москве, в Москве машина все-таки нужна, потому что там разъезжать, а в Нью-Йорке все пешком, поезд, прыгнул в поезд, быстренько доехал, или берешь Uber, копейки стоят по сравнению с тем, то же самое, задержание парковки машины будет стоить стол тоже. А ребенок сколько до школы ходит у тебя там, в Нью-Йорке? Мне 5 минут. 5 минут рядом? Ну, здесь тоже близко, но я здесь минут 15, но немножечко далековато живем, потому что мы сейчас живем в коттеджном доме, но я каждое утро вот сейчас вот приехала к вам на программу, сначала ребенка в школу отвезла, потом к вам на программу. Ну, и сейчас мы, конечно, посмотрим, это мы посмотрели, что Кира сама бы, естественно, у нее времени нет, сейчас она на расхват, она снимается в программах, в передачах, поэтому она быстро в магазине что-то выбрала себе, вот показала два платья. А сейчас мы начнем смотреть, что предложила я ей, как я ее вижу. Это интересно про школу, Кир. Расскажи про школу, потому что сколько человек в классе с едой, что, как, потому что, ну, наших людей это интересует, не женщин. Ну, у нас 31 человек в классе, половина мальчиков и девочек, то есть половина наполовину, я участвую в всех классных чатах, в всех родительских собраниях, очень активная мама, мне это очень нравится. То есть тебя не бесит, не раздражает все это бесконечно, да? Нет, не раздражает. У нас есть групповой чат, где все мамы переписываются, мы все сверяем домашнюю работу, обсуждаем проблемы в школе, когда проблемы с учителями, проблемы с детьми, иногда поведение детей. Мне, к сожалению, приходится участвовать в этих чатах, потому что иногда мой мальчик попадает в группу тех мальчиков, которые сорвали урок. А что, там тоже срывают уроки? Ну, конечно, так же, как и везде. Там есть хулиганы-мальчишки, у меня часто, мне писали, там, девочки-родители жаловали, что мой Саша там кого-то побило или с кем-то там подрал. И что, тебе прям пишут в чат, что ли, родители? Пишут в чат родители, у нас родители все остуждают родителей других хулиганов, пишут у нас такие разборки после уроков, кто кого обидел, кто там кого учебником ударил, кто кого как назвал. Ну, обычная школьная жизнь, мне кажется, у всех такая жизнь, ничем не отличается. Обедает он в школе у меня, если больше, чем 4 урока. А сколько примерно месяц ты ему на обеды даешь, ну, платишь за вот эти обеды? Ну, там сколько получается, 200 рублей за обед. Доллар, подожди, 200 рублей. А, ты на наши деньги сразу же перевела? Да, на наши деньги перевела. Ну, недорого. Недорого. А школа бесплатная или платная у вас? Бесплатная. А, то есть тоже у вас бесплатная, в Америке бесплатная школа, да? Есть, есть и платная, есть моя государственная школа, моя бесплатная. Ну, что там нормально учат, преподают нормально. Не-не, ты знаешь, просто в Китае, в Китае нет бесплатного школьного образования, ты знаешь, что там все платное? Да. Да, пусть есть копеечные школы, но они все равно, ты платишь. Ну, у нас всякие сборы есть, родительский комитет собирает там на что-то постоянно. Да, как и у нас. Везде, в принципе, одно и то же. Ну, в общем, я наслаждаюсь, пусть мама школьника, все равно это дает такой позитивный заряд. Я общаюсь с многими другими мамами, все, ко мне хорошо относятся, все знают, что я модель, следят за моими программами, следят за моими показами. Ну, наверное, им приятно, действительно. Да, дружелюбные, все очень дружелюбные мамочки. Так, ну давай теперь со следующим нарядом. Я у тебя более интимные подробности повыспрашиваю, если можно. Хорошо. Ну, как ты, с точки зрения американочки, которые уже 10 лет там, пару слов про наряд? Мне очень нравится. Это casual chic, очень интересно, потому что такой наряд можно и в пир, и в мир. Мне тоже кажется. Ну, не слишком вычурно, потому что все ругают россиянок, что мы слишком такие, знаешь, петушастые. Нет, это не петушастые. Мне как раз нравится то, что он не настолько петушастый, что он, в принципе, спокойный такой наряд. Для мамы школьника подходит. Мне тоже кажется, да. Ну что, в то же время он молодежный, он такой подростковый даже какой-то. Да, не теткин, правда? Не теткин, не теткин. Я тоже считаю, что ничего не старей женщины, но так, как одежда неподходящая. Ну что, раз ты такая красивая, давай рассказывай, где познакомилась с отцом своего ребенка? Что там у вас случилось? Ой, я познакомилась, я вчера это рассказывала на девиз-шоу в Вузовой. Получилось так, что я только приехала в Лос-Анджелес, и я не знала английского. То есть я знала какой-то школьный, был такой английский. И меня отправили на кастинг, на телевизионное шоу для фэшн-тиви «Шут ми Лос-Анджелес». И я так понравилась продюсеру этого кастинга, что он написал мне целую роль, что я гимнастка, живущая в модельной квартире, которая ни с кем не разговаривает. Я просто делала гимнастику, все девчонки меня обсуждали, но я ни с кем не разговаривала. До 16-го эпизода. В 16-м эпизоде уже я научилась к 16-м эпизоду немножко говорить по-английски, и вдруг она заговаривает и так далее. И этим продюсером и был отец моего ребенка. То есть познакомились мы на съемочной площадке. Потом он написал целый проект «Шут ми Россия», который должны были снимать в России со мной в главной роли. Но что-то не получилось с проектом, зато получилось в отношениях. И сколько у вас отношений? Ну расскажи, как ухаживает американец. Он американец или нет? Он англичанин, англичанин, который живет в Лос-Анджелесе. И как он, я не знаю, как он к тебе подкатывал? Мне интересно, как подкатывают наши и не наши. Он подкатывал, он тему подкатывал, что он целый сценарий написал. То есть не было вот этих вот букетов роз, бриллиантов, вот этого всего не было. Было чисто деловое такое предложение, что чисто по-деловому он подкатывал. Ну а как ты догадалась, что он подкатил уже в конце концов в деловое? А я сначала вообще не догадывалась, потому что мы прошло долгое время, прежде чем мы стали встречаться после этого телевизионного шоу. Но вот он так подкатывал, что написал целый сценарий про меня. То есть он не сразу, в смысле, подкатывать, а уже закончил шоу? Нет, он подкатывал еще на шоу, но я была такая маленькая, я даже не понимала, что он подкатывает, тяжело было это понять. Потом уже, ну, у нас какие-то общие друзья были, стали вместе выходить в аут и так далее. Ну то есть он тебя куда-то пригласил или как? Первый шаг мне любопытен, Кира. Он приглашал меня на ужины всякие ходить, на свидания и так далее. А он тебе не сразу понравился, я так понимаю, если ты не замечала, да? Нет, не сразу. Я боялась. Я была очень молодая, мне было 17 лет, мне нужно было повзрослеть немножечко, прежде чем начать встречаться. А какая у вас разница в возрасте? Довольно большая, больше 20 лет. Ну, сейчас это нормально, я не знаю, как это принято, да, да. И сколько вы прожили вместе? Вы как, сняли квартиру или ты переехала к нему? Я переехала к нему. Я сначала приехала к нему в Лондон, потом мы вместе переехали в Лос-Анджелес. И сколько вы вместе прожили? Три года. Три года? Ну, такой приличный срок. А теперь давай рассказывай, почему расстались, что случилось? А расстались мы из-за того, что я забеременела. Он не захотел, чтобы я рожала ребенка, он боялся, что я стану толстая и некрасивая. У него прям это фобия. А я, наоборот, и сказала, что я не буду избавляться от ребенка, что я буду рожать ребенка. Поэтому мы как бы на этой почве разошлись. Слушай, какая ты молодец. Вообще ты молодчина, я в шоке. Вот этот поступок какой, да? Она очень серьезная поступка. Это везде, да, это очень серьезно. Это надо одна в стране все равно, и вот так вот послать, сказать, слушай, где ты? Ну да, я как бы из-за своего ребенка, поэтому я очень горжусь тем, что я мама. Да, конечно. И у тебя сын, я видела фотографию, это же просто чудо какое-то. Да, красавец. Шкодный, да, во-первых, красавец, и во-вторых, очень артистичный. Вот даже на фотографии есть такие, ну знаешь, дети все-таки каменные. Такой мальчик артистичный. Есть, ну и есть в кого. У меня хорошие отношения были с его матерью, с матерью моего бывшего. Она очень известный монтажер, самый известный монтажер в истории Голливуда. И у нас с ней были хорошие отношения, потому что она признавала внука все время, она оставила ему трансфонд, она умерла, к сожалению, в прошлом году, ее не стало. Но она все время, когда получала свой Оскар за жизненные заслуги, все время о нем упоминала и очень любила его. Надо же, потрясающе. А отец, у вас не бывает алиментов каких-то? Я не стала подавать на алименты, я рожала для себя, то есть ребенка я рожала для себя, и я не стала подавать на алименты. Тоже какая молодец, то есть не ради денег, правильно, как иногда это делают? Нет, не ради денег. Ну плюс он не хочет участвовать, я пыталась даже сейчас, уже думала, время прошло. У него новые отношения, в новых отношениях там есть другая женщина, которая очень ревнует к этим отношениям, и он, ну, в жизни ребенка он не участвует. Но у нас достаточно народу, кто участвует в жизни ребенка, как я сказала, мои родители, они очень помогают, поэтому у ребенка полноценная семья. У моей сестры есть двое детей, то есть там старший брат Костик. Кузены там, да? Кузены, да, то есть там целое, хватает, у него друзей хватает на него внимания, все обращают, у меня еще моя бабуля жива, прабабушка, он всех крутит, то есть весь дом держится на сцене, его зовут Александр, Саша, весь дом держится на Александре. А, значит, получается, это вы 9 лет назад, да, расстались? Да. Так, ну про новую любовь мы узнаем на новом костюмчике. Ну, красиво тебе. Давай еще поговорим. 9 лет прошло, как ты расстался со своим, с отцом своего сына. Скажи, тяжело ли в Америке вообще завязывать отношения? Так же тяжело, как в России сейчас? Мне кажется, везде одинаково, то есть нет особого отличия. Ну, может быть, я не знаю, там более соцсети развиты, или там на улицах пристают, как раньше у нас вообще знакомы. На улицах пристают в Милане. В Милане идешь, все там кричат тебе, вслед Чао Белла фотомоделла. А там итальянские мужчины с итальянским темпераментом. Ну, в Париже тоже. Тоже на улицах пристают? Тоже на улицах пристают. В Нью-Йорке нет? В Нью-Йорке нет, так как-то не принято. Не принято. В общем, в общих компаниях друзей знакомятся. А в сетях знакомятся, принято это, или считается дурной тон, или не получится? Многие, мне все говорят, сделать себе апп, записаться на... Потому что я сейчас свободная девушка, у меня сейчас никого нету. Все говорят, записывайся на Tinder, записывайся. Еще там какие-то аппс, мобильные приложения тоже для дейтинга. Как по-русски сказать дейтинг? Ну, для первого свидания. Для отношений, для свиданий. Много всяких приложений, рая, по-моему, еще какие-то приложения. У меня нет времени сидеть в приложениях, я еле за своим инстаграммом успеваю сидеть. Ну, кстати, да, это куча времени ведь нужно потратить, да? Да, ну и плюс как-то мне все равно не нравится искать дейтинг онлайн, искать, встречаться с кем через сети, как будто ты сама не можешь найти. Как-то как-то все. У меня сегодня, например, свидание в 7 часов. А, да ты что? В 5 часов у меня деловая встреча, а в 7 часов в Москве у меня свидание. Интересно. А как ты здесь-то ухитрилась и успела? А вот, в Нью-Йорке познакомились. Да ты что? Да. Познакомились в Нью-Йорке, а свидание здесь? Ну да. Слушай, ну интересно. Это любопытно. Ну а почему бы нет? Я свободная девушка. Да, конечно. Мне хочется тоже общаться, заводить друзей. Будем следить за тобой в твоем инстаграме. Мы его обязательно упомянем, чтобы у тебя подписчиков было побольше, чтобы они следили дальше за твоей судьбой. То есть ты считаешь, что разницы в принципе никакой, да, с другими странами мира? Ну, немножко венталитет мужчин разный. В Америке женщины более независимые, сами себе зарабатывают на жизнь. В России все-таки патриархат существует. Что мужчины, они содержат женщин. И мужчины немножко разные. То есть если там принято, что каждый за себя платит чек, даже вот в ресторан идет пара, каждый сам за себя оплачивает чек в США. Это нормально, что девушка там оплатила счет. Здесь такое не положено. Здесь мужчина должен оплачивать все. Ну у нас это да. Это будет его последнее свидание с этой девушкой, если он предложит ей пополам. То есть в принципе, а еще что? Ну вот минус есть явно, за тебя не платят. А какие тогда плюсы от мужчин американских? Ну они больше поощряют твою работоспособность, следят за твоей работой. То есть ты более независимая, более самостоятельная. Здесь мужчины как бы любят контролировать своих женщин. То есть там не ревнуют к работе. Да, в России, в Москве очень часто ревнуют к работе именно мужики, к успеху, к работе. Правильно говорить. Они ревнуют к успеху, к работе. А там наоборот, там принято, чтобы женщины были успешны, зарабатывали чуть ли не больше, чем мужчины. И все время были заняты, были независимы. И муж не ноет при этом, не вводит, как мало мне внимания, да? Нет, не ноет. А здесь ноют. Здесь действительно хотят, чтобы женщина уже была женщиной, и только с ним. Ну да, в патриархальном смысле этого слова. Патриархат, да. Ну и знаешь, не знаю, что интереснее. Интереснее, наверное, все-таки американский метод. Ну, мне американский метод нравится. Я почему и выбрала жить в Соединенных Штатах, потому что там такой менталитет. Потому что я действительно очень много времени посвящаю своей работе. И в свободное время от работы у меня есть поговорка, мне говорят, в свободное время от работы я работаю. То есть, когда я не работаю на съемочной площадке, я работаю над тем, чтобы достать себе какие-то проекты, либо занимаюсь рекламой, пиаром. Это тоже занимает огромное время. Ну, конечно. Ну что, давай смотрим дальше, еще поговорим. Ну, невероятно интересное, да, у нас сегодня гости. И рассказ, я не знаю, по-моему, сегодня эфир затянется надолго, там полтора часа, потому что столько хочется спросить у нас. Вы внизу еще в своих комментах, пожалуйста, тоже задавайте вопросы. Кира, конечно, посмотрит наш эфир, и тоже ответит вам на все ваши вопросы. Потому что, может быть, у вас там дочка модельной внешности, модельного роста. Конечно, она тоже вам напишет что-то. Но главное смелее, понимаете. Конечно, у кого девочки высокие, фактурная внешность интересная. Конечно, работы здесь в России очень мало. Просто у нас мало бизнеса такого модного здесь в Москве. Я уже много раз говорила, что, господи, модных брендов остался. Я еще кто-то и пару. Мало, конечно. Конечно, их и в мире-то все меньше и меньше. Поэтому, конечно, гости вообще фейерверк. Мне очень нравится ее рассказ. Прям сижу, раскрыв рот. Поэтому давайте слушаем дальше, что она нам расскажет. Ну, расскажи, как ты попал тут на шоу к Бузовой, конечно, у нас пока к нашим баранам. А потом вернемся к американским. Ну, меня пригласили сняться в телевизионном шоу. Я даже не знала, что за шоу. Я приехала туда. Мне сразу сказали, что я звезда эфира, что будет говорить про меня. Тема была служебный роман. Как раз мы поговорили о романах. То, как служебный роман сказывается на отношениях, и что потом происходит после разрыва. Мы остановились на том, что служебный роман все-таки опасно. Потому что сначала люди встречаются, а потом, если они прекращают встречаться или, например, остаются не друзьями, то и работа может очень сильно пострадать. Ну, почему? Каким образом, расскажи. Ну, например, если двое встречаются, и у них общий проект. Вот они встречаются, все отлично, все прекрасно. Потом они расстаются. И начинают встречаться с другими людьми. И когда у них общий проект, соответственно, проект заваливается. То есть редко и там тоже. У нас-то точно. Если ты бросила мужика или что-то расстались, то уже все, хана всему вообще бизнесу. Хана всему бизнесу, да. Поэтому многие компании в Америке, например, они очень не поддерживают то, чтобы встречались или имели отношения их служащие. Про это было телевизионное шоу. Вчера снимались в Бузово. В воскресенье будет в 10 утра на ТНТ. О, расскажи. То есть в 10 утра на ТНТ выйдет эта передача. Выйдет эта передача. Я рассказываю про свой опыт отношений. Выступаю экспертом там. В общем, рассказываю немножко о своей биографии. Они мой модельный бизнес прикрутили. И про Хью Хафнера я рассказала, и про Номи Кэмпбелла я рассказала. В общем, зажгла телевизионный эфир. Так что вот смотрите в 10 на ТНТ в воскресенье. Мы еще обязательно сносочку с ней внизу дадим. И на все соцсети Киры, и на эту передачу. А что с... Действительно Науми такая сумасшедшая, как они все говорят. Она великая женщина, но работать с ней невозможно. Она действительно кидается, швыряется предметами. Она непредсказуемая, очень сбалмошная. Мне было очень тяжело с ней. Я прям мучилась на этом шоу. Да ты что. А вы снимались в одном шоу? Да, я снималась у нее в шоу The Face. Я была в ее команде. И из-за этого произошла вся драма, потому что она просто издевалась надо мной на съемочной площадке. Это было невозможно продолжать. Да ты что. Ну а в чем? Расскажи хотя бы. Ну она кидалась предметами, материла меня. Выводила, доводила меня до слез. Так что я не смогла, я же профессиональная модель, и не смогла спокойно пройтись по подиуму. Потому что она меня сначала обматерит, и я, значит, зажмусь, вся расстроюсь, заплачу. Конечно, у меня нет, и все получилось так, как должно было бы получиться. Но в итоге этот телевизионный проект, он привез мне международную известность, потому что мы потом очень сильно поссорились с наеми. И часть средств массовой информации были за меня, а часть средств массовой информации была за наеми. И мы постоянно, вот до сих пор, постоянно спрашивают в интервью, что за проект. Я уже устала отвечать на этот вопрос, если честно. Потому что проект был 2014 год, то есть уже сколько лет прошло, а все до сих пор все про наеми Кэмбелла спрашивают. Ну, это же хорошо, ну, естественно. Всегда, если ты и я, конечно, будут про тебя спрашивать, кому интересна моя, например, жизнь. Ну, конечно, все равно же это интересно. И что очень хорошо. Хороший шлейф, знаешь, не самый плохой. Ну, да. Ну, все равно любопытно. Ты знаешь, есть просто такие люди, которые питаются как вампиры, правда, биологически? Кэмбелла спрашивают как вампир, она именно такая. Да. Она заряжается, значит, от твоих слез, от ваших вот этих. Вот, конечно, ну... Она конфликтная очень, она такая дива. Но у нее есть, чем поучиться. Все равно есть, чем поучиться. Потому что, когда я была на шоу, я не училась, как ходить по модели, но я училась, как делать телевизионное шоу. И потом мне эти навыки понадобились, когда я уже создавала свое телевизионное шоу в Голливуде. Интересный опыт побыть в реалити-шоу. Я считаю, что лучший способ научиться снимать реалити-шоу, это побыть на реалити-шоу. Да, конечно. Везде. Практика – это самая лучшая возможность. Поэтому, ну, я научилась теперь. Теперь я могу делать уже свое реалити-шоу. Теперь я понимаю, что нужно. А как ты попала? Ты через кастинг попала на это шоу? Мне очень сильно хотели продюсеры. Я уже была работающей моделью. И я всю осень, когда мы снимали, я была уже забукирована на другие работы. Но мне предложили, мне телеканал сказал, что выиграть я не смогу, потому что я русская. Телеканал все-таки американский, и нужно, чтобы американская девочка выиграла. Ну, конечно. Мне сказали, что все внимание будет на меня, что я получу очень много прессы. И мой менеджер сказал, что, ну, быть просто моделью – это отлично, но если ты пойдешь на телевизионное шоу, ты станешь больше как знаменитость. Что это уже немножко другой ранг. Конечно. Чем просто модель. Поэтому мы пошли на шоу. Ну, надеюсь, ты не жалеешь даже после всего этого. Я жалела очень. Я на самом деле очень переживала, когда шоу вышло в эфир. Ко мне стали подходить люди на улице. Я перекрасила за блондинку, просто чтобы меня не узнавали на улицах. И, ну, не говорили, не подходили ко мне, чтобы вот не было вот этого всего. Ну, да, внимание массы, оно все-таки очень назойливое. Ну, очень назойливое, именно. И в Америке у нас и запросто могут по-хамски подойти, там, хлопнуть по плечу. Я думала, что в Америке нет все-таки. Нет, по-хамски никто не подходил. Все, наоборот, жалели то, что я выбыла из проекта и так далее. Просто меня это настолько бесило, что меня ассоциировали только с этим телевизионным шоу. Потому что я столько сделала других работ, я столько сильно работала моделью, сколько у меня интересных проектов было. Но все равно это шоу, оно как бы затмило всю мою остальную работу. И мне стали писать, звонить, расспрашивать именно про это телевизионное шоу, а не про те съемки или показы, в которых я участвовала. Кирочка, вот такая жизнь. Понимаешь, я удивляюсь, это как в сетях. Снимаешь фильм какой-нибудь потрясающий, ну, вот полнометражный, да, на полтора часа. Ну, грубо говоря, там 100 откликов. Берешь свою морду, фотографию, свою даже просто какую-нибудь накрашенную, и у тебя 300. Да очень обидно. Ну, а что сделаешь? Таков мир. Таков мир, да. Никому ничего интересного, такой, знаешь, такой действительно качественный какой-то труд твой. Интересно, только мыльные пузыри, как я говорю, звездная пыль. Ну, да, и, к сожалению, кстати, приходится мириться, но я уже научилась, я поняла, что вот все, что с нами Кэмпбелл, потом с Хью Хафнером, вот это вот был медиа-хайп из-за плейбоя. Ну, да. Всем это интересно. Интересно, что вот сейчас я пошла на шоу с Бузовой, вы посмотрите на ту же самую Бузову. Она же все тоже делает, как бы через скандал, через какие-то шоу. Конечно, конечно. Хотя очень профессионально, мне она очень понравилась, Бузова. Она была очень профессиональной вчера. Ты знаешь, она пашет. Мне нравится пахарь, мне не важно все начинать, то не поет, то не пляшет. Слушайте, ребят, она пашет. Она пашет, да. Она отрабатывает. И очень тяжело. Я в качестве гостя измученная вышла. Столько энергии, потому что отдаешь. А ей вести эту программу вообще очень сложно. То есть она ведет, и сколько гостей, чтобы всем уделить внимание. Это тяжелейший труд. И я бы, наверное, так не смогла просто завести телевизионное шоу. Ну да, это вот как Филипп Киркоров. Знаешь, многие троллят, он бабушкам нравится. Как он вкалывает. Мне нравится песня троллинг, Филиппа Киркорова. Вы знаете эту песню, да? Да, да, да. Типа, товарищ Саша Гриб мне сказал, что Гриб не идеал. Да, да, да. А вам, дорогие поклонники, Ваня, секс-машина. Да, это вот прям, да, в точку. Ангел, ночной ангел, еще там что-то такое. Очень мне нравится эта песня. Что и артист действительно старается, там вкалывает, вламывает. Именно вкалывает, да. Это видно часто. Я считаю, что профессионализм, когда человек любит свое дело и вкалывает, это сразу видно все. Правда? Да, да, абсолютно согласна. Ну, хорошо, давай посмотрим еще что-то. Что ты, мать, круто? Спасибо. Что я тебе могу сказать? Очень красивая коллекция. Да, прям хорошо тебе. И как комбез, и как рубашка с брюками. Ну, и я не понимаю, после расставания со своим, значит, отцом ребенка, сколько, я не знаю, ты часто вот меняешь, почему меняешь, почему расстаетесь? Нет, я в основном сфокусирована на работе, я сейчас, я ищу серьезных отношений, поэтому это сложно найти серьезные отношения. Я нахожусь в процессе поиска. А скажи, а как в Америке относятся к женщине, к женщине с детьми? У нас все-таки похуже, вот правда? Ну, есть немножечко такой стереотип, я заметила, что есть ты одна с ребенком. Но мне, честно говоря, наплевать на стереотипы. Самое главное, что у меня красивый, здоровый ребенок. Многие очень уважают, все по-разному относятся. Но я, наоборот, как бы встречаю многие людей, они уважают тебя за то, что ты родила ребенка. Ну, вот я Абдайка читала, да, известный американский писатель Абдайк. Там вообще не было проблем. Меня первое, что удивило, трое детей, легко раз, опять замуж. Потому что там как раз в Америке как-то вообще не учитывается, что это не сложность. Это не сложность, дети, да? Ну, тем более просто с моей внешностью, наверное, с моей фигурой все равно встречается по внешнему виду. Я же не выгляжу, как вам Маша какая-то. Ну, да. То есть, в принципе, проблем нет. Ну, тем более, есть мужчины, у которых тоже есть дети разведенные. Поэтому... То есть в Америке это не проблема? Нет, это не проблема. Это вообще не проблема для меня. В России это тоже не проблема. Если у кого-то есть с этим проблемы, это их проблемы. Золотые слова! Вот. А у меня с этим проблем нет. И я считаю, что успеть ребенка, понимаешь, одно дело в 40 лет уже рожать, потом этого ребенка, да, трястись над ним и так далее. И другое дело, когда, мне кажется, мама молодая, правда? Ну, тем более родители еще молодые. Все, родители есть силы помочь. Да. Мне нравится быть молодой мамой. В 40 лет я еще кого-нибудь рожу. Да. То есть, я еще хочу детей, я не закрываюсь. У меня сестра 12 лет спустя родила. Вот у него Костика 12 лет, и она сейчас родила девочку Анечку. Поэтому у нас в семье прибавление. А как отношения в семье было, когда ты рванула? Все-таки мне тоже интересно. Вот уеду. Мама, сестра, что было? Мама плакала. Мама плакала. Мама говорила, ничего хорошего из этого не получится. Они все надеялись, что мне визу не откроют в Америку. Но мне открыли визу. А действительно, как тебе открыли визу? Ведь они не любят. А я была спортсменкой. Я же занималась художественной гимнастикой. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Мне документы сделали, как гимнастки. То есть, это намного проще было сделать через спортивный комитет. Не нужно было, чтобы подписали тренеры в Лос-Анджелесе. Я ходила с тренером. Они помогли мне оформить бумаги как экстраординарные способности, именно как гимнастки. Понятно. Вот видите, не только модель красивой внешности. Девушки милые, да? А еще человек, извините, пахал всю жизнь. Стала мастером спорта во художественной гимнастике. И очень мне помогает делать то, что движение, когда ты моделируешь, очень важно знать свое тело и уметь двигаться красиво. И эта художественная гимнастика мне очень помогла в этом плане, что я теперь красиво двигаюсь. Конечно. Потому что, да, самое сложное даже у нас на фотосессии, и модель уже вроде бы, а двигаться, в общем, тяжело. Да, для этого очень важно. У меня никогда с ним не было проблемой. Я всегда очень комфортно двигаюсь перед камерой. Благодаря гимнастике. Плюс очень много съемок. Я снималась за компанией Nike, где меня просили делать прыжки. А, видео, да? И видео, и фотографии. Очень сложно фотографировать в прыжке, что нужно показать и костюм, и там на руке тебе что-то налепили. И просят, чтобы ты выпрыгнула. А это вообще не логически. Логически невозможно. Ну, то есть, моя гимнастика мне очень пригодилась в модельном бизнесе. Растяжка тоже самое. Очень много съемок, где требуется растяжка, где нужно там ногу поднимать высоко. Даже если не высоко, вот просто какие-то движения поделать. Чтобы показать одежду. Да. Ну, действительно, при прочих равных у тебя эта фора такая хорошая, да? Ну, да. Ну, я все детство пахала. То есть, я все детство вкалывала. А у кого тренировалась? В какой-то, в каком дворце спорта? Я в дворце пионеров тренировалась. Потом я два года в Виннер была в Центре Олимпийской подготовки. Да ты что? Ты у Виннера занималась, да? Да, занималась. Вчера как раз ездили на день рождения к моему первому тренеру. У нас традиция с девчонками. Мы на день рождения всегда собираемся к моему тренеру. Приходим, приносим тортик, там, фрукты. И сидим, посиделки устраиваем такие. Слушай, какие молодцы. То есть, ты не теряешь ни с командой, со своей бывшей, да? Нет, 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 мы все, у нас есть группа гимнастки, вот как вы говорили про группу. У меня группа третий и класс, и группа гимнастки, где все друг с другом переписываются, где мы все собираемся. Ну, и девчонки, наверное, тоже иногда и в Америку уже ездят, да, тоже по своим делам? Ну, ездят ко мне в Америку, я всех встречаю очень дружелюбно. Всех, все, кто в Америку приезжает в Велком. Мне очень часто звонят тоже, говорят, там, кто-то приехал из людей, познакомьте, я все время всех знакомлю. Я очень социально активная в Америке, я прям светская львица. Молодец. А здесь нет, здесь еще я почти никого не знаю. Ну, ничего, вон уже, если ты сразу в шоу Бузовой попала, уже знают. Теперь тебя знает каждая собака в Москве, считай, да где в Москве и в России? Теперь, да, теперь у меня точно знают. Ну что, еще смотрим? Давайте. Давай. Штаны оставили, футболку поменяли. Поменяли, очень красиво, мне очень нравится коллекция. Вот мне кажется, тебе надо это, Москву и шарашить Нью-Йорк. Ну, ты же должна пропагандировать в конечном-то итоге Москву. То есть я Москву рекламирую в Нью-Йорке, а в Москве рекламирую Нью-Йорк. Конечно. Ну, потому что, ты знаешь, я за народную дипломатию правда. Потому что я тоже полмира, и работала много где, и в гостях была. Люди на уровне людей обожают друг друга, очень дружеские, им очень все интересно. Но на уровне высших политиков, это, конечно, ад. Ну да. Я думаю, что это делается, наверное, специально. Чтобы мы не любили друг друга, не дружили друг с другом. Глупо, правда? Очень глупо. Так все дружелюбные у нас и в США. Да, вот скажи, в США, вот было к тебе какое-то предвзятые отношения? По мне предвзятость было только на шоу Науми Кэмпбелл. Это единственное, где мне были предвзятые отношения. А так, там зависит все от того, как ты вкалываешь. Не от того, откуда ты приехала, откуда ты родом, и откуда у тебя акцент, а то, как ты пашешь и работаешь. Поэтому мне с этим проблем не было. Наоборот, мое трудолюбие, которое у меня с детства, еще со времен художественной гимнастики, пунктуальность, трудолюбие, это помогает очень сильно. То есть спорт тебе так зарядочку хорошую пинок дал, да? Ну, конечно. Это заряд на всю жизнь. Я тоже думаю, что спорт это дает вообще. Вот спортсменки, они просто... Сила. Да. Сила буря и натиск, да? Сила такая, дисциплина. Привыкаешь к дисциплине, к ранним подъемам. Дисциплина во всем. В питании, в общении, в свое времяпрепровождении и так далее. То есть не жрешь тоннами гамбургеры? Нет. Ну, я люблю покушать. Я на самом деле не могу сказать, что я сильно строго сижу на диете. Просто я люблю все органическое, все свежее. Я никогда не жалею на продуктах. То есть для меня очень важно качество продуктов. А что там, магазины какие-то специальные? Я в Whole Foods хожу. В Whole Foods магазины органической пищи. Там покупаю себе овощи. Я очень люблю овощи, овощные салаты. Но у нас даже нет смысла готовить, потому что я живу одна, ну, как бы с ребенком, да, с ребенком немножечко готовлю. Но когда я одна, я хожу в рестораны. Потому что там рестораны на каждом углу, особенно там, где я живу, на Мелбери-стрит. И дешевле получается пойти в ресторан, съесть салатик какой-нибудь за 15 долларов, чем пойти купить себе на 100 долларов этих овощей и самой стоять резать их. И плюс еще масло, бутылку и так далее, сопутствующие с этим. Вот, масло, винигр, соус и прочее. И ты покупаешь, ну, на одного себя, если ты на целую семью готовишь, я понимаю, выгодно тогда покупать. А когда ты на саму себя, то невыгодно. А какой средний счет на одного человека, раз ты одна действительно хочешь ужинать, там и салаты, ну, средний счет там салат и горячее сейчас давно, потому что я давно в Нью-Йорке очень была. Сколько средний счет в среднем ресторане, не вот пальцы веером? Ну, если 100 долларов, если с вином. То есть это уже вечер и с вином, да? С бутылкой? Нет, не с бутылкой, просто с вином. А, фужер вина? Фужером. На одного? Да. А на двоих сколько получается? Долларов? Двести. Двести долларов где-то, да? Ну, довольно дороговато по сравнению с Москвой. Я обратила внимание, здесь вообще идет как один в четырем. В Москве не такие высокие цены. Здесь, если ты зарабатываешь в долларах, а приезжаешь тратить в Москве, здесь все по-божески. Есть, конечно, такие супердорогие рестораны, фиченебельные, но... Ну, да, мы их не берем, да, да. Мы не берем их, да, в учет. Ну, так, все это посидеть, поесть, в принципе, дешево. Ну, там тоже зависит от ресторана. Я хожу в хорошие рестораны, потому что я люблю, могу себе позволить, я люблю высококачественную пищу, я люблю хорошее обслуживание. Я вообще очень люблю после работы с кем-нибудь посидеть в ресторане. Для меня это прям необходимо. Здесь мне тяжело перестраиваться, но я все равно тоже после съемок как бы ею все свои деловые встречи или личные встречи в ресторане, почему бы нет, в итальянской пищи. Но у тебя есть уже любимые какие-то места в Москве? Мне Ля Маре нравится. Я люблю устрицы, я люблю морскую пищу. Семи Фредо мне понравился, итальянской пищи. Тоже хорошие рестораны. А неплохие места, ты у нас так по самым понтовым проходишься. Ну, почему бы нет? От кого ты услышала? Подружки привели. Да, хорошие места очень. А здесь подружки кто? Вот еще те, те из гимнастики или уже другие? Ну, у меня есть одна подружка-модель. У меня не так уж и много друзей в Москве. В основном все остались в Нью-Йорке. Одна актриса девочка, не модель, она актриса. Она ко мне тоже в Нью-Йорк приезжала. Я ее водила по всем-всем-всем тусовкам, познакомилась с ее со всем бомондом. То есть она меня приглашает в какие-то хорошие рестораны. Ну, сегодня на свидание идем тута бене на пресне. Посмотрю, что за ресторан итальянский. Я люблю итальянскую кухню. Не поверите, но я обожаю пасту. Пасту с трюфелями. Ты знаешь, поверю, потому что обожаю пасту с трюфелями. Когда они нас троганы, так тоненько-тоненько, листиками. Я люблю не натерочки, а, знаешь, с такими тончайшими листиками, такими кругленькими. Да, да, да. Так что нет? Представляю. У тебя сестра, как у меня, на два года разница. Мы со своей дрались смертным боем. И она меня ревновала и до сих пор ревнует. Слава богу, мне уже и годков-то сколько ей. Ты знаешь, она все равно ревнует меня ко всему. Как бы и к кино, и ко всему. Как у тебя это все происходило? Ну, у нее своя жизнь, у нее своя новая семья, у моей сестры. Поэтому... Как новая? Была и старая. То есть она второй раз замужем, да? Да, второй раз замужем. Родила сейчас второго ребенка. Ну, мы просто совсем в разных сферах работаем. Но она больше понимает, какой тяжелый труд модельный бизнес, чем моя мама, например. Моя мама еще... Ну, ей кажется, что все это платье, все это так легко. Ну, праздник, да? Вот 10 раз переодеться. 10 раз переоденешься, ты видишь, что 10, и то и 50, и 70 бывает за съемку. Это сегодня мы практически отдыхаем. Ну, да. А так бывает и по 50, и по 70 аутфитов в день, и все нужно снять, и все должно сидеть на тебе идеально. Поэтому фигура должна быть идеальной, нужно следить постоянно, чтобы ты не худела. Там есть карманы, кстати. Чтобы ты не худела и не поправлялась, потому что фигура должна оставаться именно таких параметров, чтобы на тебе сидели сэмплы, как по-русски сказать, извините за мой английский. Образцы сэмплы. Образцы. Да, да. Что, слушай, надо же, я думала, наоборот, мама больше понимает, чем сестра. А сестра все-таки ревнует, что ты уехала в Америку. Не хотела ли она, или нет? Мне кажется, она очень ревнует, она просто не говорит. И мама тоже ревнует в какой-то степени, наверное, в моей профессии, наверное, тоже хотела когда-то. Мне тоже кажется, что у всех есть момент, но никогда не поверю. Ой, не хочу такой жизни. Не верю я в это. Извини, не верю. Она видит сложности этой жизни, потому что не все так красиво, как лицо с обложки. Здесь за каждой обложкой стоит огромный человеческий труд, за каждым телевизионным эфиром, за каждым показом стоит огромный человеческий труд. Мне кажется, вообще есть и профессия публичная, а модель публичная. Ты же публике показываешь себя, правильно? Да, я публичная, тем более после телевизионного шоу я стала уже больше как селеприти. И здесь меня приглашают уже не просто как модель, а как знаменитость. Да, и согласись, что правда тяжело. Мне кажется, это тяжелее испытывать какие-то моменты отсутствия интереса к тебе, какие-то наоборот всплески. Правда? ну, с то густо, то пусто. Вот сейчас, например, третий день я снимаюсь, у меня сил уже нету, а бывает сидишь целый месяц и нет никакой работы. Да, это же психологически, наверное, да, просто для того, чтобы наши зрители понимали это. это да, психологически, потому что ты все равно должна быть готовой, что тебя в любой день, в любой момент вызовут, и ты должна быть в хорошей форме. Да, и чтобы не мытые волосы, знаешь, халаты, вот так вот, ах-ах-ах, как все девушки, я не успею собраться. Наверное, у тебя такого не должно быть, да? Нет, такого нельзя, нужно всегда быть готовой. А за сколько ты можешь собраться, скажи время? Я собираюсь очень быстро, ну, если не красить, как правило, он меня красит уже на съемочной площадке. конечно. Да я за 10 минут собираюсь. То есть на любое, куда-то тебя не позвали, да? Агентство или что-то, или приглашение. Ну, как правило, заранее немножко все обговаривается, но встаю я рано, поэтому я всегда готова. Вот, девушки родные, слушайте, понимаете, если будете лежать на диване немытые, не чесанные, понимаете, с ужасными прыщами на лице, немножко переевшие, то, наверное, у вас все-таки такой бизнес не получится. Нет, не получится, нужно постоянно быть в форме, даже когда ты не снимаешься, потому что всегда могут, может заменить кого-то придется, может быть, что-то там сверху упадет, какая-то работа, никогда не знаешь. И, как правило, работа приводит к работе. Если ты хорошо показываешь себя на работе, то тебя уже начинают приглашать дальше, тебе присылают платье на всякие ивенты. Вот я в четверг снималась для дизайнера на Зира, он уже меня на показы заблокировал куда-то выездные, потому что очень понравилось работать со мной, поэтому работа приносит работу. Вот так. Потому что везет тому, кто везет, скажем еще раз, да? Да. Ну что, какой красивый сегодня у нас сюрприз был, Кир. Я, конечно, в восторге. Это просто такая Кира красивая и много очень интересного. Я старалась, конечно, вы можете потом сказать слишком бытового много, но мне кажется, это нам и интересно. Правда, как они живут, как мы живем. И мне нравится, что Кира вам показала, что в принципе вкалывать надо везде. Правда? Абсолютно. Есть ли рай в Америке? Такой рай, лежать и ничего не делать. Нет, там рай для трудоголиков. О! Вы знаете, я 15 или 10 лет назад уже не помню, когда была в Америке, когда я там работала, то же самое. Ребят, там рай для тех, кто вкалывает, а вкалывает там надо жестко. Да. Потому что, конечно, все едут в Америку в поисках и заработка, и хорошей жизни, и там надо вкалывать. Ну, спасибо вам за сегодняшний эфир. Кир, спасибо тебе огромное. Очень рада. Спасибо. На ней посмотреть, как божественна на ней любая одежда. Ну, потому что, ну, потому что, да, мне только мечтать, хотя я стремлюсь, но, наверное, не достигну, а мысли есть. Поэтому, спасибо за эфир. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите, что понравилось, что не понравилось. Задавайте вопросы Кире. Вот, будет она на досуге сидеть у тебя в Америке, нечего будет на кастинге. И что-то отвечать на какие-то вопросы, которые действительно животрепещущие. Что-то вам посоветуют. Да? Ну что, всем пока. Все, да, все выходные данные Киры, все ее инстаграм, все о ней будет обязательно у нас внизу под этим видео. Да? Подписывайтесь на ее сети, это очень интересно за ней наблюдать. Вы теперь ее знаете. Пока. Пока. Пока.